Сегодня в программе В зарубежных борделях Теперь не комплект Правоохранители освободили Из сетей сутенеров пятерых украинок Вызывает зависимость Становится причиной заболеваний И проблем на границе Это наркотики Синтетические или растительные Неважно Смотрите далее Табак и вата Тайны белорусских контрабандистов Ракета Фалькон Искусственный интеллект Криптовалюта и хайперлуп Это символы нашего времени Однако в погоне за высокими технологиями Человечеству не удалось избавиться От позорного наследия прошлого Работорговли По данным международной организации Walk Free Foundation Количество невольников В мире исчисляется С 45 миллионами человек А их труд ежегодно приносит Преступным картелям Около 150 миллиардов долларов Это третий по прибыльности Нелегальный бизнес После черного оборота оружия И наркотиков Не обошла эта проблема и Украину В сети международных преступников Чаще всего попадают наши зарабетчане Наиболее уязвимая группа риска Молодые девушки Глава торговцев живым товаром И его подельника задержали Недавно в пункте пропуска ЕГО-1 На Волыне Наш соотечественник Вместе с гражданином Армении Перепродал в Германию Трех будущих работниц секс-индустрии Момент захвата зафиксирован на этом видео Силовая операция с участием Спецподразделений Дозор и Корт Стала кульминацией более чем полугодичной работы Пограничных оперативников Сотрудников нацполиции и прокуратуры Один из подозреваемых злоумышленников Попал в поле зрения оперативных подразделений Государственной пограничной службы Еще в прошлом году Далее был проведен комплекс оперативных мероприятий В ходе которых удалось установить Подготовку к преступной деятельности А также круг лиц, причастных к этому Потенциальных жриц любви злоумышленники Искали среди незащищенных слоев населения Ими проще манипулировать И легче соблазнить заработками Пользуясь уязвимостью потерпевших Преступники предлагали девушкам Устроить их на якобы легальную работу в Германии А на самом деле Путем обмана загоняли в долговую кабалу И далее уже планировали использовать их В сфере оказания сексуальных услуг В тот же день избежать сексуального рабства Удалось еще двоим украинкам Это произошло в аэропорту Борисполь Благодаря одесским правоохранителям Перевозила девушек бывшая киевлянка А теперь гражданка Бельгии 46-летнюю злоумышленницу задержали Перед посадкой на рейс Киев-Брюссель Мадам знакомилась с кандидатками в соцсетях И обещала золотые горы Если жертва клюнула Благодетельница сообщала Об особенностях будущей работы Все расходы брала на себя А долги за вербованные девушки Должны были вернуть из денег Полученных за интимные услуги Сколько доверчивых украинок Попали на крючок организаторов этих каналов Пока выясняют следователи Работорговцы задержаны Им светит от 5 до 12 лет лишения свободы Изобретатели этого медицинского препарата Безусловно преследовали благие намерения Избавить людей от боли Однако действие мощного анальгетика Вскоре пришлось по душе любителям поймать кайф Поэтому уже в 2008 году Трамадол в Украине официально признали наркотиком С тех пор за его сбыт и перевозку Светит уголовная ответственность Пункт пропуска Шегини Через него из Польши домой возвращался украинец Микроавтобус доверху набит мешками, сумками и коробками Но все ли в багаже законно? Выяснилось, что не все А вот и тот самый запрещенный препарат 100 таблеток Трамадола сразу превратили водителя в подозреваемого А это уже восточная граница Украины Пункт пропуска Гоптовка Во время досмотра легкового автомобиля, на котором ехал в Россию наш соотечественник Служебная собака подала недвусмысленный сигнал Чемодан с секретом Так хвостатый эксперт среагировал на наркотик растительного происхождения Теперь из-за свертка с марихуаной Мужчина может оказаться за решеткой Но это решат судьям А мы лишь добавим, что в течение минувшего года Пограничники вместе с коллегами изъяли почти 350 килограммов наркотиков Более 30 килограммов психотропных веществ и прекурсоров Смотрите далее Табак и вата Тайны белорусских контрабандистов В поисках снежного человека Как харьковские пограничники наркодилера спасали Тихий зимний день В пункте пропуска Даманова на Волыне слегка снежило Но вот прикатила работа От этой фуры из Беларуси повеяло тревогой Неужели все законно? Не можа быть, сказали бы белорусы И угадали бы Оказалось, что рулоны безобидной минеральной ваты Нагло маскировали 120 коробок контрабандного белорусского курева А это 60 тысяч пачек сигарет Именно столько обнаружили в кузове и прицепе автомобиля пограничники и таможенники Кстати, это не первая партия табака из соседней страны Которую задерживают на украинских границах Но есть один интересный факт Присмотритесь к торговой марке на рулонах Это бренд известного белорусского стеклозавода Неман Находится он в Гродненской области И еще с 1883 года производит посуду Выпуск минеральной ваты освоил недавно А теперь внимание Эти сигареты продукция еще одного Немана Знаменитой Гродненской табачной фабрики Это предприятие более полутора века является в Беларуси лидером по производству сигарет Как для внутреннего рынка, так и на экспорт И хотя собственное потребление в стране не превышает 15 миллиардов сигарет в год Только с конвейера Немана сходит примерно 22 миллиарда изделий местных брендов Куда исчезает остальное, догадаться нетрудно Есть ли у двух Неманов что-то общее, кроме названия и расположения, пока неизвестно Впрочем, украинские пограничники определенную связь уже установили Споры вокруг снежного человека не утихают уже давно Одни отрицают его существование, другие наоборот уверены И эти реален И многие его даже видели А вот у пограничников такой дилеммы нет Время от времени они все же встречают снежных людей Правда, реального Бигфута пока не нашли Но заблудившиеся в снежных сугробах нелегалы и другие нарушители попадаются частенько Как, например, этот житель оккупированного Крыма На больничную койку его привели жизненные обстоятельства Приехал с гражданской женой Приехав из цивильной дружины в Киев за для полепшения своего життя Да, полепшения своей жизни Вот только улучшить свою жизнь парень собирался продажей наркотиков На этом его и поймали Чтобы избежать наказания, он решил сбежать в Россию прямо из-под домашнего ареста Так оказался на Харьковщине В путешествие смельчак отправился прямо в метель Без подготовки, теплой одежды и снаряжения Через некоторое время понял, что заблудился И, в общем, ходил где-то около 14 часов по морозу К счастью, этот эксперимент на выживание прерывали пограничники отдела «Волчанск» Харьковского отряда Они срочно доставили задержанного экстремала в местную больницу Были обморожены нога Ну и кончики пальцев И охлаждение, в общем, получил Все, после чего был направлен в пограничные службы На лечение в местную больницу районную Теперь искатели лучшей жизни снова ждет суд Но нет худо без добра Благодаря зеленым беретам парень получил еще один день рождения С чем его и поздравляем В следующей программе Энергосберегающая технология Современное оборудование и душ для собак Как работает подразделение на границе с Россией По следам лососевых или где откладывают икру И куда ее доставляют контрабандисты Субтитры создавал DimaTorzok